Один за всех, все за одного. Обычай такой. У всех, у китайцев, у еврейцев, у дональцев. У нас в России свои обычаи. Вот дядя Колик, когда помер, дай бог каждому. Опился на радость. Только он помер, сразу мы выпили с горы. Это обычай такой, никто не знает, почему обязательно надо выпить. Но все знают, что обязательно надо. Это обычай такой. Выпили, тут гроб привозят. Тоже вот обычай. В гробах хородить. А гроб, это обновка. Никто не знает, откуда пошел обычай обновки омывали. Купить на сто, обоих на тысячу. Ну, сидим, обываем, родственников, ждем. Кстати, жара была за 30 градусов. Дядя Коля даже не протухал. А у нас в роду все это. Дядя Шеня, когда помер, лютой смерть. Во сне. Вот ему все время один и тот же сон снился. Будто водка в магазине кончается. И он кое-как успевал последнюю бутылку купить. А в тот раз, видать, не успел. Вот и помер во сне, лютой смертью. Тетя Клава, жена его, зашла в комнату. Говорит, где-то с утра надрался, сволочь. И вот так вот она месяц к нему заходила. Или два. А, видишь, не в мавзолее лежала, как видишь, на живой. Ну, собралась вся родня, дядя Коля. Все по-бычу. Собрались и на кладбище. Все по-бычу. Выстроились, кто за кем. Впереди двое венок несут от жены, от детей. Все по-бычу. Тронулись и на кладбище. С километр пришли. Хоп. Гроб забыли. Возвращаться нельзя. Удачи не будет. Отредили шесть человек. Через сколько-то бегут те с гроба. Только тронулись, свадьба навстречу. А это ж обычный такой же. Кто свадьбе попадется на пути, так обязательно должен выпить за здоровье молодые. Обязательно. Это обычный такой. У нас все выпили. Даже дядя Коля с гроба поднялся, выпил. А то ни за что не пропустит. Выпили. Тут кладбище. Жена сразу заголосила. Ой, заройте меня вместе с ним. Тоже вот обычный. Но зарывать не обязательно. И когда землю стали бросать, она это побыстрее отошла. Это у нас был случай. Хранили дядю Витю, а зарыли дядю Сашу. Ну как, он поскользнулся. А все же на поминки торопились. Почему торопились? А другой случай был. Когда дядя Сережа помер в городе, в буфете. Его в морг жене телеграму. Так корову продала, чтобы поминки справить. Накрыла стол. Поехали все в город за дядей Сережей. А дядя Сережа в морге продышался. Через окошко домой. Прибегая домой, никого нету. Полон стол выпивки. А он же в морге три дня, не евши, не пил. Ну а почему мы торопились на поминки дяди Коли? Ну прибегаем, дядя Коли нету, слава богу. Стали его поминать, добрым словом, чтоб ему там, на том свете было хорошо. Тоже вот обычай. Считается, что чем больше ты пьешь, чем тебе хуже, тем ему там, на том свете лучше будет. Поминули, стали разъезжаться, тут пасашок надо выпить. Тоже вот обычай. Считается, что если не выпьешь, то не доберешься. А если выпьешь, то можешь и доберешься. У нас и все выпили. Дядя Петя не стал. Он помен. Ну а как? Поднесли зеркало губам, не понять. Поднесли стакан водки, не берешь, значит помер. Сразу мы выпили с гора, сели родню ждать, тут гроб привозят. Ну, это уже другая история. А это, как говорится, закончилось. Закончанец, Вася. Тоже вот обычай, закончанец пить. У нас их много. Короче, обычай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова